Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Довир, фамилия моя Шакиржан. Особое приветствие и за подписчикам моего канала на YouTube. Целевой аудиторией моих видеороликов из эзотерического направления являются брахманы, то бишь представители четвертой косты. Только лишь брахманы могут понять глубинный смысл моих эзотерических лекций и тех моих видеороликов, в которых мы рассматриваем те или иные аспекты процессов, происходящих на тонких планах. Нужно постоянно расширять круг понятий, терминов, аксиом и постулатов касательно сферы эзотерики. И в этой связи мы продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. И есть такой термин как знание. Они, конечно, широко известны. Но как понимают это деятели восточной эзотерики? Итак, знание. Знание. Неужели я должен объяснять, что такое знание? Мне кажется, что должен. Для того, чтобы у нас появились знания, необходимость течения трех факторов. Прежде всего мы должны иметь источник информации, на основании которого можно судить о чем-то, потому что до тех пор, пока мы не имеем никаких данных, нельзя судить ни о наличии, ни о подсутствии чего-либо. Во-вторых, мы должны обладать способом, на основе которого можно сделать какое-то заключение. Ведь если у нас нет такого способа осмысления, мы не можем сделать ни одного логического вывода. А значит, не можем приблизиться к тому состоянию, в котором мы что-то знаем. И, наконец, мы должны обладать некоторой интуицией, для того, чтобы понять, какое отношение имеют наши знания к тому, что происходит. Эта интуиция нам нужна также для понимания различных аспектов того, что мы желаем познать. Вот такой смысл вкладывают деятели восточного направления в эзотерике на такое общеизвестное слово, как «знание». И понятное дело, что нам, представителям западного направления эзотерики, это тоже интересно. На этом до свидания, до новых встреч.